Хитрая и лукавая мордочка выдры, ловкие движения в воде и забавная походка на суше. Попасть под ее обаяние несложно, особенно учитывая, что она к тому же еще и очень темпераментна и довольно общительна, верещит, свистит, стрекочет, шипит. Поэтому вряд ли кому приходит в голову, что этот милый, пусть даже и хищный зверек, способен справиться с молодым аллигатором, который по праву считается одним из наиболее опасных и сильных хищников планеты. Сцепившиеся в смертельной схватке животные были замечены на одном из озер Флориды. В роли атакующего оказалась млекопитающая, которая острыми клыками схватила рептилию за шею и, обеспечив себе выгодное положение, начисто лишила ее возможности что-либо предпринять. После короткой схватки выдра вытащила аллигатора из озера и скрылась из виду с добычей. Эти удивительные животные выдры называют хищные млекопитающие, ведущие полуводный образ жизни и принадлежащие к семейству куньих. Подсемейство насчитывает 5 родов и 17 видов, среди которых наиболее известны выдра обыкновенная речная, калан, морская выдра, бразильская гигантская и кавказская выдра. Все виды этого животного занесены в Международную Красную книгу, ценный мех выдры вот уже на протяжении не одного столетия привлекает к себе внимание браконьеров. Описание выдр разных родов отличается в зависимости от вида. Так, длина тела животного колеблется от 55 до 95 сантиметров, при этом оно очень гибкое, мускулистое и длинное. Длина хвоста составляет от 22 до 55 сантиметров, он толстый у основания, сужающийся к концу, не пушистый. Самой крупной считается бразильская или гигантская выдра, которая живет на берегах Амазонки и Оренока, вместе с хвостом длина этого животного достигает 2 метров, а вес более 20 килограмм. Таким образом, гигантская выдра является самым крупным представителем своего подсемейства. Конкуренцию ей может составить разве что обитающий в открытом море Калан, который хоть и меньше ее, но значительно тяжелее. Самая маленькая выдра, восточная, живет в болотах Азии. Длина ее тела вместе с хвостом колеблется от 70 до 100 сантиметров, а вес составляет от 1 до 5,5 килограмма. Что касается морских животных, то самая маленькая морская выдра живет на западе Южной Африки и с весом в 4,5 килограмма. По сравнению с массой тела эти животные имеют большие легкие, что позволяет им пребывать под водой около 4 минут. Чтобы получить порцию воздуха, животному вовсе не обязательно полностью всплывать, достаточно высунуть на поверхность кончик носа, это дает выдре возможность полностью наполнить легкие кислородом и вернуться под воду. Морду животное имеет широкую, уши маленькие. На морде и коленях находятся вибрисы, благодаря которым хищник улавливает наименьшее движение в воде, при этом зверь получает почти всю информацию о добыче, ее размеры, скорость и куда именно движется. Когда хищник находится под водой, его ноздри и ушные отверстия перекрываются клапанами, блокируя путь в воде. Лапы короткие, пять пальцев соединены плавательными перепонками, благодаря которым животное быстро передвигается в воде, а в погоне за добычей может проплыть под водой около 300 метров. Задние лапы несколько длиннее передних, это дает животному возможность великолепно плавать. Особо примечателен мех выдры, он у нее коричневого или серо-буроватого цвета, на брюшке красивый серебристый отлив. Остевой волос у нее чрезвычайно грубый, а подшерсток очень мягкий и нежный на ощупь. Он настолько плотный, что делает мех выдры абсолютно непроницаемым для воды и великолепно защищает от переохлаждения. Свой мех выдры без внимания не оставляют и подолго ухаживают за ним, расчесывают и разглаживают, если они не будут этого делать, шерсть будет грязной, перестанет сохранять тепло, и зверек умрет от переохлаждения, жирового запаса у выдры нет. Со стороны это выглядит так, будто животное играется, очищая мех от различных загрязнений. Чтобы заполнить подшерсток воздухом, выдры часто кувыркаются и переворачиваются в воде. Место обитания Представителей семейства куньих можно увидеть во многих местах нашей планеты. Ореол их обитания охватывает практически всю Евразию, кроме Голландии, Швейцарии и Аравийского полуострова, Северную Африку и Америку. Селится выдра речная далеко не везде. Прежде всего, выдры чрезвычайно требовательны к чистоте, а потому в мутных водоемах не обитают. Второе условие, из-за которого выдры возле водоема не задержатся отсутствия пищи, питаются животные раками, рыбой, моллюсками и земноводными. На одном месте эти животные живут не всегда. Летом они предпочитают держаться одного участка, удаляясь от него не более чем на 6 километров. А вот зимой все зависит от того, насколько промерзает вода, на полностью покрытых льдом водоемах выдры не живут. Если участок полностью замерз, они покидают его и в поисках подходящего водоема способны преодолеть не один десяток километров и даже перейти через горы. Выше всех поднимается кавказская выдра, она великолепно себя чувствует на высоте, превышающей 2500 метров. Выдры нор не роют и селятся в покинутой бобровой норе, в природных пещерах или углублениях под корнями прибрежных деревьев. Место для поселения зверек выбирает тщательно, очень важно, чтобы она была незаметна и труднодоступна, а добраться до жилища можно лишь по одной единственной тропе, очень редко животное прокладывает дополнительные ходы. Кроме основной норы, у выдры на участке в запасе есть еще несколько убежищ, находятся они довольно далеко от воды, на расстоянии около 100 метров, и в них можно пересидеть период, когда река выходит из берегов и затапливает окрестности. Как живут выдры, хотя многие считают выдры ночными животными, они вполне могут вести активный образ жизни вечером и даже днем, если считают, что им не угрожает опасность. В основном эти зверьки любят жить поодиночке, единственное исключение составляют самки с детьми, молодые выдры живут с матерью около года и покидают ее лишь тогда, когда она собирается снова воспроизвести потомство. Среди выдр встречаются виды, которые одиночество не любит. Например, гигантская выдра от европейских сородичей отличается тем, что активно днем, не очень боязливо, живет в группах и охотится в стоях, животные с разных сторон сгоняют рыбу в одно место. Несмотря на то, что выдры почти все свое время проводят в воде, многие из них неплохо себя чувствуют и на суше, по которой передвигаются рысью, оставляя извилистый след, и нередко совершают полутораметровые прыжки в длину. А вот по рыхлому снегу из-за коротких конечностей двигаются с трудом, галопом, сильно сгорбившись при этом. Если же снег более-менее уплотнен, выдры чередуют прыжки со скольжением на брюхе. А еще звери эти очень энергичны и игривы. Недалеко от их нор можно обнаружить катальные горки, возвышенности с укатанным следом, который остался от скользившего на брюхе зверька. На эту горку животное поднимается по нескольку раз за день и с разбегу съезжает вниз. Еще одной любимой забавой является ловля собственного хвоста или задней лапы, нередко играет и с пойманной рыбой, после чего съедает ее. Летом, когда в водоеме много корма, выдры живут на одном месте и далеко от участка не удаляются. Питается животное рыбой, лягушками, крабами, а также ловит грызунов и даже птиц. Охотничьи угодья выдры в это время года составляют от 2 до 18 километров по реке и 100 метров от берега вглубь суши. Зимой, если рыба уходит или замерзает лед, затрудняя тем самым охоту, в поисках пропитания зверь вполне способен за день преодолеть от 15 до 20 километров. Живущая в море образ жизни морской выдры несколько отличается от обитающих возле пресных водоемов. Обитают представители этого вида в основном на Тихоокеанском побережье Южной Америки, и почти все ее подвиды, исключение калан, отличаются небольшими размерами, ее вес колеблется от 3 до 6 килограмм. Интересно, что пресных водоемов морская выдра избегает и селится лишь на морском побережье. Зверек обустраивает жилище на каменистом побережье, где дуют сильные ветра, а участок берега постоянно затопляется водой во время приливов, нора находится на границе самого высокого уровня прилива. Вдоль берега обычно растут плотные кустарники или невысокие деревья, это дает ей возможность обустроить в логове два выхода, один в море, другой на сушу. Для большинства видов характерен одиночный образ жизни, поэтому жилища свои они обустраивают на расстоянии не менее 200 метров друг от друга. Правда, агрессии к забредшим на их территорию чужакам не проявляют. Размножение половая зрелость у этих животных начинается на втором слэш третьем году жизни. Спаривание обычно происходит весной, в воде, а беременность длится от полутора до двух с половиной месяцев. Рождается обычно от двух до четырех малышей, а роды происходят в норе. Воспитывает детенышей выдра сама, несмотря на то, что самец в это время пребывает поблизости, после оплодотворения самка его прогоняет и сильного желания видеть возле себя не испытывает. Правда, так поступают далеко не все, например, восточная выдра жить предпочитает в паре и вместе с самцом воспитывать малышей. Новорожденный детеныш выдры, как и многие млекопитающие, рождается слепым, беззубым, глухим и покрыт темно-серым пухом. Видеть начинает довольно поздно, через месяц. К этому времени их шерсть приобретает тот же цвет, что и у родителей, а вес достигает 800 грамм. Самостоятельно питаться они начинают лишь с двухмесячного возраста, а отходить от матери на небольшое расстояние начинают только по достижению 8-9 месяцев. Правда, к году животные становятся полностью самостоятельными, но еще некоторое время обитают с семьей. Чтобы спасти этот подвид, зоологи нередко выращивают выдры в искусственных условиях, а когда зверьки достигают определенного возраста, отпускают на волю. Некоторые люди даже предпринимают попытки завести выдру у себя дома. Хотя животные эти чрезвычайно умны и легко приручаются, домашняя выдра в качестве питомца не наилучший вариант, содержать ее непросто, особенно если живешь не в особняке, возле которого нет бассейна или водоема. Ванна в данном случае особо не подходит, так как купаются животные часто, после чего, чтобы высушить мех, катается по полу, при этом предпочитает ковры. Субтитры создавал DimaTorzok